Ребят, мне только что позвонили, сказали, что здесь что-то интересное происходит. А, вон они. Вон они. Прекрасно, давай, сейчас мы пришём на сценарий. Замечательный мальчик. Ой, привет. Чудный просто мальчик. Чудный. Хороший. Отличный. Дружбу, фронт, обживающий. Здорово. Знакомые лица. Привет. Привет. Все по-русски говорят. А что, он закрылся что-ли опять? Да, а почему? Мои братья, почему? 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 Отдел закрыт. Почему? По префническим чехтинам, да? Тайм, тайм. Тайм, тайм. Опен же, опен. Ты что, русский забыл? Мы не будем в этом... Мы не будем перекрашивать. А, вы по-русски не базарите, да? Я не помню, я нарушу, например, первый магазин. Клиент придёт, я обслужусь ребятам, я могу пообщаться спокойно. Если вы их не понимаете, то они не имеют знания. Английского языка, ну извините, это ваша проблема. Если люди действительно не общаются по-русски, и они зашли в магазин в рабочее время, он закрыт по техническим причинам, они подождут открытия. Но это открытие до восьми вечера должно быть. Да, откроется, магазин откроется. А что у вас происходит-то? Я не знаю. Я по-русски разговариваю. Вы один по-русски или все разговаривают? Я разговариваю. Разговариваю? Вы продаете в твои девочки, что ли? Нет, нет, нет. У нас ничего не происходит. Ой, знакомые лица, которые ничего не могут сделать, да? Просто походить туда-сюда. Да мы с ней знакомы уже. Я не знаю, что сама стояла и издевалась. У нас у каждого своя обязательность. Пожалуйста. Какая женщина? Ты куда-то ушла, понять не имею. Так, тут у нас охранник стоит. Ой, знакомый. А, знакомый все лица. Что тебе надо? Ты опять привил команду других англичанин. Какую команду? Что, вы не узнаете, что ли? Англичанинка. Как у вас дела? Отлично. Как продажи? Очень плохо. А что у вас проблемы с людьми какими-то? Не знаю. Какая проблема у нас? Нет, никакой проблемы. Да, дел временно закрылся по техническим причинам. Что за причина? Ну, какое твое дело? У нас сгорела касса. С тобой можно на ты говорить, да? Запросто. На ты. А с вами? На ты на вы? Нет. На ты. Это наше дело. Неужели я буду вам рассказывать, какая причина? Ну, мне интересно. А ты представься. Скажи документы, кто ты такой. Меня Алексей зовут. Ну, нет, Алексей, это еще ни о чем. Кто ты какой? Что ты представляешь вообще? Нет, какие документы вам определить? Ну, я не знаю. Чтобы прежде чем разговаривать, надо человека как-то знать. Алексей, этот вот на Егор, например. И что мне это ни о чем? Ну, это я так просто сказала. Они что хотят-то? Так спроси, вот их. Они зайти туда хотят? Мы хотим, чтобы идти в магазин и посмотреть. Большого ракса. Где ты? Я из Ингрии. Мы не имеем права, я заходить в отдел, если отдел закрыт. Так они что хотели-то, скажите? Я не знаю, ничего хотели. Ну, наверное, товар посмотреть. Ну, так они все сфотографировали, все посмотрели. И что опять кружит около этого отдела? Туда запрещено заходить или что? Что? Нельзя заходить в отдел? В отдел нельзя заходить или нет? Дон тачь. Вас как зовут? Маргарита Ивановна, в отдел нельзя заходить, если нет продавца. А продавец, вот эта вот женщина полная, да? Ну, нет, она не продавец. Она из соседнего отдела. Я не продавец уже, я не работаю уже, я уже на пенсии. Так что зря стараешься, работала тогда. А кто здесь работает-то? Она ушла домой. Все понимает, видишь, англичанка-то. А если у нас пропадет, пропадет у нее какая-то вещь. Мы милицию будем заявлять, она будет заявлять в данный момент. Вот я к вам весной или зимой заходил. Да, да. Вас до сих пор запрещено снимать вот здесь, в отделе? Да, да. И почему запрещено? Ко мне после вас приходило очень много ребят. Школьников, наверное. Школьников. Приходили. Я говорю, ребят, снимайте, что надо, спрашивайте. Никаких вопросов. И вы ни на кого не нападали и не матерились? Нет, не нападало. И на тебя не нападают. Они уже сняли там все. Чего-то она куда лезет, чего ей надо? Ну, а как считаете, в тот раз вот две женщины у нас палками били, это нормально было? Вот они, вот здесь. Да ладно. А они что, тут? Там никого? Странно. А когда откроется-то? Когда откроется отдел? Завтра. Чего здесь происходит, я не понимаю. Они пришли снимать. Они ходят в магазин, снимают и заглядывают туда в ночь. Зачем? Так, ну я тоже снимаю, и что? Ну и, соответственно... Вы как будто бы не вместе, да? Я не понимаю, что это происходит. Ну как будто бы не вместе, ну не смешите меня. Я вообще не разговариваю. Да что ты, да что ты. Она не продавец. А это мой знаком уже, да. Она только что сказала, что не продавец, никто. Я никто. Я пришла за продуктами, вот зашла к своей знакомой. Просто увидела знакомого человека. И хотят посмотреть то, что здесь есть, потому что видят, что время центра еще открыто. Ну сейчас многие ходят с камерами, что там такого? Ну в этом ничего такого нет, они не имеют права снимать. Так он умничает. Вообще. И не стыдно сказать. Он просто... Он просто... Уже в возрасте ходит тут, детей ходит. Как не стыдно-то? Взрослый мужик ходит. А ты не взрослый что ли? Что значит из потяжка? Он здесь работает, а ты-то кто? Из потяжка ходишь такой идиот. Тупой. Еще что? Я что, думаешь, не слышу что ли? Островляет? Да, конечно. Ходит, это тоже ходит, отходит такая издалека такая дурак. А ты кто вообще? Ну что, ну... Это кто, ты умный что ли? Как вы все ведете-то? Умный человек, никогда так привести не будет. Да вам наручу отработать, ну честно. Ну и что? А ты отрастил, Бур, ты, может, из Чечни? Умный очень. А, из Чечни, точно. Да. Бесполезно, конечно. Ну а ты чего хочешь спросить? Давай спрашивай. Пока я здесь, я отвечу. Да вы идите, идите домой. А что это? А мне, может, интересно, чем дело закончится, ну и что? Ну, можете сесть, посмотреть, купить попкорн. Да. Но мы смотрели уже. А все равно интересно, да? А кто? Прибежали-то. Сбежались сразу все. Это женская одежда, 50-й размер. Милицию давно нет. Ей туда зайти нельзя? Нет, а за дело закрыто. Есть большая разница. Но, наверное, было открыто, когда они пришли. Ну, я пришла, уже все было закрыто. Я в этом году уже приходил сюда, и здесь продавцы палками людей били, за куртку рвали. Полиция приезжала. Ну, знаете что? Ну, нет. Что? Они тебя били. Меня били. Знаете, говорят, что... Да, пинали. Нет. Нет. Не трогайте вы его, а! Смотри, что делают. Да вы что делаете? Стать. Нападают, а! Смотри, что... Ты что творишь? Смотри, почему... Ты больная! Смешно-то как, да? Смешно-то как. Нет, молодой человек, никто никого не бьет, никто никого не обижает. Потому что там женщины голые. Если мы вежим... Голые? Пример половины. Вы видео смотрели? Мы тебя уже не отпустим. Да что творишь-то? Нет, и не буду. В отделе было. Не хватает еще, автомат их не хватает еще. Я не хочу. В отделе было два продавца. Не продавца, там был администратор, она мерила блузку, ты туда ворвался. Она стояла голой, поэтому... Да не врите! Ну что значит не вриться? Вы комментарии читали? Не читал и читать не буду. Читайте. Не, не буду. Там такое про вас пишут. Да мне знаешь, вот так только барабану. Я тоже могу кое о чем написать, да зачем мне это надо? То есть вы считаете, что они правы были? Правы. Не надо лезть, там женщина раздетая стоит. Там не было никого. Была администратор, не надо ни вред. Это было прям нечего. А отдел был открыт. Она мерила там блузку. А отдел был открыт, любой человек мог пройти. Вы видео даже не смотрели. Да и не буду. Ну зачем мне это надо? Заявление-то написали на нас, а в итоге что получили? Отказ? А я не писала. Другая писала. Ну женщина в очках писала. А это не я писала. Это писала та, которая вот снула. Смешно, да? Да нет. Я не писала. А зачем мне писать-то? Я тебя не бил, ты меня не бил. Она материлась прямо при участковом. Она материлась. И он ничего и не сделал. А что мне вы не сделали? Я ей говорю, привлекайте. Нецензурная брань. Он ничего не делает. Они прям видны, это. Еще подошла такая приема. Смотрю. Морду бы разбить. И он, слышите, говорит? Короче, опять отдел закрылись продавцы. Попрятались. Я все пропустил. Они в прошлый раз тоже закрывались? Ну голубев был, помню, не был, да? Не был. Они его за руку хватали. Вот так. Женщина, которая шла, она его за руку хватала. Они здесь все сили. Кто не смотрел ролик, ссылочку оставлю в описании. Вон с теми веселыми продавщицами, как они матерились, как они били палками. По ссылочке перейдяйте, посмотрите. Вон на то, мадемуазель. Как ее боятся участковые Канавинского района. Что они даже не привлекают ее, когда она нецензурно выражается при всех матом. С ней опасными идеалами. А вы говорите, что они вообще-то что и кто их? Трусики продают? Не надо меня снимать. Трусики продают в том числе. Сколько стоят? Вы занимаетесь неправомерными действиями, мы молодые люди. Это не цирк. Это рабочее место, да. Да, да. Что за свою камеру-то наставляете? Вон того я знаю. Что они вот делают? Вон он. Вон того я знаю. Зачем они? Которые умеют только рацию в руках держать. Давайте вызовем милицию и решим этот вопрос. Зачем? Не сможем. Значит у вас вас есть милиция, охрана отсюда убрать. Ой, охрана, охрана тем более. А почему вы выходите камерой и нас снимаете? Зачем она снимает? Меня охрана уберет, да вы что смеете, что ли? Убирайте камеру. Они даже не слышат вас, видите, они проходят мимо, и мы прозрачные. Это вы так развлекаетесь, что ли? Это у вас такие еще... Они вместе с нами, видите, они ничего не будут делать, они с нами. У вас развлечение, что ли? Охрана ваша купленная. Многое. Видите, они ходят, они даже нам ничего не говорят. Просто вот внимание на вас обращать, у вас, наверное, что ли? Вы же обратили. Птихика и норма. А, вам вот что льстит вот то, что на вас обратили? Конечно, вы же обратили. Понятно. Может, у вас камера-то муляж. Но при всем при этом вы смеете говорить, что на вас внимание обращают? Какой муляж? Вы знаете, у нас такие тяжелые дни, вот у продавца. Ну, у женщин бывают тяжелые дни. Это праздничные. Я имею в виду не критические дни, а тяжелые дни в работе, понимаете? Да. Да, очень много покупателей, и продавцы тоже люди, адекватные люди, понимаете? Помогите собачьим приютам, ребят, помогите бездомным людям. Я помогаю. Как? Я пристраиваю, потом перевожу деньги на счета. Вот, например, дух шарика, верность, да. Анонимно все. Почему анонимно? Я в группе составил. В анонимной группе? Почему в анонимной группе? Обычные на страничках. Вы на всем не имеете права молодой человек? Имею. Не имеете. Скажите удостоверение, что вы являетесь журналистом. А только журналист может право снимать? Да. А в магазинах покупатели имеют право снимать? Если написано, что съемка идет, тогда да. А если я вас предупреждаю? Это открыто. А вы нас не предупреждаете, вы меня не снимаете. Женщина, я вас предупреждаю при всех. Съемка. Ой, она убегает. Да успокойнее, вы куда побежали-то. Да я вроде одетый. А деды, но все равно они переживают, волнуются, что вы их сфотографировали. И? Ну не знаю. А зачем фотографируете вы их? Я все снимаю. Это мой регистратор. Он выложит в интернет. Он выложит в интернет. Ну пусть выложит. Вы посмотрите. Таня, успокойтесь. А мне-то все равно. Успокойтесь. Так в отдел зайдите и сидите там и не уходите. У вас никто не снимет. Вы знаете, что вы мне не указываете, где мне стоят. Вот она сама ко мне вышла, сама и начинает мне что-то говорить. Я к ней не заходил даже. Вы видели? Да. Ну пусть снимает. Пусть снимает. Может и понравится. Делаю, какая понравилась ему. Да. Может и дедушки. Представьте, я столько фотографий сделаю. Потом их распечатаю. Да. Да. Распечатайте. Потом их сожгу. Потому что я даже не знаю, как можно смотреть на эти фотографии будет. А что, такие страшные? Не в моем вкусе. А будете за нами ходить? Ну да. Зачем? Ну я не буду ходить за вами. Я просто... Идите работать. Я просто иду вперед. Да. Не надо вызывать. А у вас есть удостоверение охранника? У нас нет удостоверения охранника. Они в чопах. То есть вы не имеете права даже дотрагиваться до людей? Да, не имею. Я раздотомился до кого-то. То есть в случае какого-то правонарушения в торговом зале вы можете только доложить? Словесно. Ну позвонить в полицию? Можно в полицию. Но руками не имеете права. Совкомбанк. Надеюсь, не просрочены. Иностранцы ходят, смотрят. Что-то непонятно. Что-то не на русском говорят. Кто им такие вообще? Скейт, кейт, часы. Опа-на. Перерыв сразу. Короче, ребят. Говорят, там нападать на кого-то. Что-то происходит. Надо открыть. Добрый вечер. Добрый вечер. Я попросил нормально выйти. А они что сделали? Они не выходят. Так. Нужно закрывать с ними. Мы зашли, магазин был закрыт. Снимем цены и уйдем спокойно. Вы опустили. Вы уже поснимали цены. Нам нужно сейчас считать деньги. Вы считаете, мы вам не мешаем. В чем проблема? Торговый центр до 8 работает. В чем проблема? Времени будет. Наш отдел работает до 15.8. Пойдемте посмотрим. Где это вы? Выходите. Пойдемте посмотрим вместе. Покажите, если что, до 15.8. Значит, выйдем. Из 15.8 мы начинаем считать деньги. Там где-то написано об этом? Это у нас написано. Там где-то написано? Я как должен знать об этом? Вам это необязательно знать. В смысле, необязательно? Ты выгоняешь людей. Я не выгоняю, я вежливо попрошу. Покиньте под ауты помещения. Руками хватает? Я говорю просто другим столбами. Да, вот он меня руками хватает. Толкнул. Прочишь, вытянут. Ты ее толкал? Я сейчас. Потом их закрываешься. Для чего ты закрыл? Я сейчас вас прошу. Для чего закрыл? Он на меня шел и... Закрыл там для чего? Людей здесь, в торговом зале. Для чего закрыл? Чтобы издеваться над ними. Мы закрываем. Издеваться, чтобы над ними закрыл. Ты ненормальный, что ли? Я нормальный. Это ты ненормальный, потому что закрываешь людей в торговом зале. Это запрещено, что ли? Это запрещено? Меня потому что в покупке вы бешили очень сильно. Как можно людей закрыть? А я что, ребенок, что ли? А мы дети, да? Мы с друзьями со своими. Мы сами решим. А в общественном месте... Мы сами решим. Вас никто не спрашивал. До свидания. Вы вступили в разговор. Я сейчас с вами буду разговаривать. Но потом кто-то из ваших скажет, ой, нашел с кем разговаривать. Меня снимать не нужно, пожалуйста. С собой равным поговорил. И вообще, почему вы с камерами... У вас вообще какие-то... Я не пойму. Почему пришли с камеры? Вы снимаете что-то. Мы пришли снимать товар для себя. Вы начали нас что-то спрашивать. А зачем снимать товар? Я вас спросила. А что, нельзя, что ли? Я вас спросила. Я вас спросила, нужна ли вам Бог. Меня снимать не нужно. Я вообще не пойму, почему вы снимаете с камерами. Я здесь работаю. Я работаю здесь продавцом, консультантом. Я предложила вам свою помощь. И вы начали снимать. Я снимаю. А почему мужчину я хватал за руки? Мужчина за руки хватал. Вас мужчина за руки не хватал. Я свидетель, он вас за руки не хватал. Вам видео показать. Никто вас за руки не хватал. Мужчина с очками, вы кто? Он хозяин магазина, и он вам может сказать, что вы не имеете права снимать в магазине. Да имеем право, что ли? Нет, вы не имеете права. Это общественное место, женщина. Они имеют право. Ну, вот он сам говорит. Мы же не имеем право снимать. Понятно, я не понимаю. С какой целью вы это делаете? Я вам сказала, я хочу выбрать подарок. В интернете полно таких роликов. Вот ходят вот такие вот. Какие? Какие-таки? Мы же ведь тоже в скандале. Вы видели табличку? Какую табличку? Сзади вас. Вы тоже снимаете? А вам кто разрешил нас снимать? У нас ведется видеонаблюдение с той целью, потому что у нас много товара, и могут украсть. Нет, на мне тоже одежда есть. А вдруг вы у меня ботинка украдете? Как? Я с вас сниму ботинки и украду. А вдруг? У вас много, а нас мало. У тебя претензии есть к тому мужчине? У меня вопрос есть к тому мужчине. Почему он меня трогал? Почему женщины стоят и отвечают за мужчину? Пускай он выходит разговаривать со мной. Он убежал. Как он просил ее? Знаешь, вот так берет, снимает, еще в камеру. Да, он мне еще камеру вот так вот делал. Вот так вот делал. Ну вы мужчину своего позовите. Мужчина ушел. Куда ушел? Ну как ушел? Пусть ответит на вопрос. Почему он хватает женщину за руки? Ну я не думаю, он у нас в принципе никогда никого не трогает. А представьте, он такой тихий, а потом как вас схватит вон за юбками, и вам не понравится. Возьмет вас без предложения руки и сердца, просто возьмет. Знаете, тихие люди опасны. Вот вы будете работать, там спрятаться, он как схватит вас. Как глупости-то болтает. А вдруг? Давайте проверим, оставим вас наедине. Давайте точную ставку. У меня их охранники напоминают манекены. Они стоят, и от них толку нет. Время без пяти восемь, нам дайте собрать. Мужчина, на вопрос только... Я можно пройду туда? Ребят, нам закрывать надо. Вы просто на вопросы ответьте. Девушки, перед вами претензии к вам. Вы можете признаться в том, что вы меня трогали? Вы можете признаться в этом? Если вот это вы считаете, я вас потрогал, вы считаете, я вас потрогал. Вы можете признаться, да? А вы имели право на личную неприкосновенность покушаться? Да он убегает. Что за фигня происходит? Может, вы хотя бы извините просто, и мы пойдем. У вас совесть есть. Вы извинитесь, мы пойдем. Вам стыдно, да? Вот такие мужчины, да, сейчас, которые не могут за свои слова ответить. Да, вот ты уезжай оттуда, да, давай. Вот он уехал, и все. Он не извинился, понимаете? Ну, все равно. Он домой хочет, у него жена. Жена ребенок там, он... Жена ребенок, конечно. Он работает целый день, 12 часов на ногах вот ходит. Как вы видели, в Гордеевском некоторые продавцы до сих пор запрещают вести фото и видеосъемку. Наверное, контрафактом торгуют. Если хотите увидеть наш первый визит в этот магазин, когда приехала полиция, то просто переходите по ссылкам в описании. Друзья, если вы хотите, чтобы мы приехали именно в ваш город, то просто напишите комментарий под этим видео. Мы ждем вас в Самаре, или приезжайте к нам в Ростов. Мы читаем все комментарии и приедем к вам. Мы почистим ваш магазин от просрочки, а также встретимся с подписчиками для совместного рейда. Если подпишетесь на наш инстаграм, то будете смотреть прямые эфиры с каждого рейда. А если подпишешься на наш телеграм-канал, то увидишь то, что не выйдет на ютубе. Обязательно поставь лайк под видео. Тебе не трудно, нам приятно. И нажми колокольчик, чтобы смотреть ролик первым. Всем пока!